Богатые тоже плачут. И плачут так убедительно, что поверил бы Станиславский. Новый вид мошенничества набирает обороты на столичных дорогах. Владелец элитной иномарки в дорогом костюме вежливо просит помощи. И отказать ему участники дорожного движения не в силах. Впрочем, если им это всё-таки удаётся, манеры просящего стремительно меняются. О том, что делать, если к вам уже обратились. В репортаже Дмитрия Блиникова. Водитель Лексуса голосует на Ярославском шоссе. Заглох двигатель, кошелёк забыл дома. Просит деньги, пять тысяч, чтобы вызвать эвакуатор. Обещает завтра же перечислить их на карту. Водители верят и отдают деньги мошеннику, которого больше не увидят. Его, якобы сломанная машина, на самом деле отлично ездит. Вот этот же человек уже на третьем кольце. История та же. Машина неисправна, денег на эвакуатор нет, готов встать на колени. Но в этот раз аферисту не повезло. Его узнали. А тебе же на саду вам сейчас давали денег? Тысячу рублей. Пацаны сняли. Да? То есть разводят? Разводят. Не знаю. Короче, от вежливости тут же не остаётся и следа. Снимаешь меня, я тебя спрашиваю. Да мне нравится мне тебя снять. Я, может, буду? Езжай, отсюда пока целый. Я говорю, езжай. А то чё? Аферист работает по всей Москве. В интернете десятки сообщений от пострадавших. Михаил Усанов поверил мошеннику. Актёрского таланта тому не занимать. Хотели помочь, да, потому что человек был действительно убедительный. У него было волнение. Видно, что он переживал. Елену подкупила хорошая одежда афериста и дорогая иномарка. Солидному человеку хотелось верить. Он начинает нам рассказывать о том, что прям вот бедобед. Он забыл барсетку у себя на Рублёвке. Он без денег. Лексус сломался. И вот ему нужно денег на эвакуатор. Елена уже протягивала деньги, когда рядом остановилась машина ДПС. Инспектор говорит, и сколько вы хотели ему дать? Мы говорим, 4 500. И они такие, 4 500. И вы хотели просто так ему дать 4 500. Вы знаете, что это мошенник? Что мы уже там в третий раз его сгоняем. Он каждый раз в новом месте становится. Пострадавшие попытались найти мошенников. Но номера машин липовые. По словам экспертов, в городе работает несколько таких групп. Вот мужчина припарковал свою Волгу и уверял, что бензин закончился, а кошелёк потерял. Полдня с успехом обирал водителей и даже пешеходов. Всегда рассчитывают на то, что автовладелец в порыве, так сказать, помощи, попытается как-то оказать в содействии человеку, который попал в беду. Именно на жалость они упирают. На выезде из столицы мошенники часто выдают себя за европейцев. Якобы приехали в Россию, машина сломалась, а валюту механики не принимают. В залог оставляют кольца с бриллиантами, которые на проверку оказываются фальшивыми. Я сам его знаю, а мои его зловички деньги не беру. Я три часа стоять и ребёнок в машине. Эксперты не смогли вспомнить ни одного случая, когда подобное дело доходило до суда. И вину доказать сложно. Деньги мошенникам всегда отдают добровольно. Да и заявления в полицию пишут редко. Поэтому водителей просят особо не доверять богатым людям с рублёвки, которые забывают дома кошельки и кредитные карты. И готовы встать на колени за пару тысяч рублей. Дмитрий Блинков, Андрей Лапидус, Игорь Беликов, Олег Добин. Вести.